потому что реально они ничего не стоили то есть их стоимость не определялась никак было просто игра и он бросил форме такое предложение кто мне за 10000 купить пиццу это знаменитая сейчас уже сделка за 10000 биткоина вы сейчас можете представить 66 тысяч триста долларов 1 биткоина 63 миллиона долларов до сегодняшнего курса стоила на пиццу тогда она стоила 25 фунтов почему фунтов потому что на самом деле откликнулся парень из британии и сказал да ладно я платил пиццу и тут перевел 10 говорят что вас охранить делал этот он утверждает что он делал этот раз 5 по 10 тысяч покупал разные товары но чем важно в этот момент и была определено ну то есть вы можете посчитать 25 долларов 10 тысяч соответственно когда стоил за можем посчитать и впервые была определена цена его вот уже первая сделка показала что можно с ним работать 2011 биткойн торгуется на бирже 2012 1 банкомат на биткоине и ноябрь 2013 посмотрите как стремительно резкий рост курса резкий сейчас я вот посмотрел сегодня 6200 4 доллара один какой какие его перспективы да он волатилен но многие эксперты говорят что рост только продолжится продолжится потому что эмиссия его ограничено 21 миллион биткойнов не больше не меньше кстати сатоши говорят имеет 1 миллион поэтому секрет где сатоши что он думает вообще почему он исчез вообще кто он такой журналисты со всей круги искали где же кто же сатоши накамото вот нашли такого человека дариан сатоши накамото и этот момент его спросили это вы придумали bitcoin вот это его реакция последняя запись формы который сделал реальный сатуши накамото это было очень много различных версий кто это это один человек много людей я слышал на конференции версию что это спецслужбы а вот к играть это профессор криптологии австралийского университета он сказал что я сатоши накамото его все попросили доказательство доказательство простое нужно показать правильки джиннезис блока но он это не предоставил доказательств не дал поэтому никто не воспринимать тогда есть история о том что нбр проанализировала все записи потому что сатоши накамото 2009 году он вел переписку активно с криптологами она рассказывал как все-таки это должно работать и есть программа которая может сделать слепых вашего ваших ваших текстов и по ним можно определить знаю возможности нбр об этом рассказал вроде как была запущена проверка и нашли этот айпи адрес на котором находится человек в почте которого аналогичный аналогичные тексты но никто не знает кто и пока это только слухи но все бы хотели конечно увидеть потому что неизвестно какие у него мысли по поводу своего миллиона биткойна что он будет с ними делать вообще вопросов и так что какие вопросы решал сатоши накамото при создании биткойн я сейчас перечислю потом разберем каждую первое это задача византийских генералов подробно поговорим как создать распределенную децентрализованную сеть как замотивировать участников сети поддерживать его формировать и подтверждать блоки с транзакциям как прийти к консенсусу как передавать большие объемы информации как надежно зашифровать транзакции ну и экономика давайте начнем с первой задачи византийский генерал это старая математическая задача которую ставили еще двадцатом веке она кстати была решена чисто математическим путем но сейчас давайте посмотрим как это было византия и упадке войска византия окружили некую крепость противника и так как византия в упадке неизвестно вот это подразделение армии каждого подразделения противник генералами а это главнокомандующие сериале значит в этой ситуации годная какая что неизвестно кто из генерала в том числе и главнокомандующие могут быть придать чтобы выжить и чтобы захватить вас и ванскую крепость есть три варианта решения это когда лояльные генералы все все атакуют крепость захватываю тогда победа это нормальное решение второй вариант когда лояльные генералы отступают все вместе и это промежуточный вариант потому что победа не достигнута сохранила и самый лучший вариант это когда часть генералов атакует а часть генералов отступает это приводит к тому что противник понимает что станет византии разгрот и шатание соответственно наступает и уничтожает так вот решение есть математические чисто математические но смысл того на чем на чем базируется платформа блокчейн это в том что в данной ситуации если мы говорим еще вот что если у нас предатель главнокомандующий тут без вариантов потому что он будет давать каждому генералу разноречивая данному бежать туда это стопроцентная сто процент соответственно чтобы выжить в этой ситуации когда неизвестно неизвестно поведение соседних генералов и главнокомандующего нужно принять решение на которые базируются но здесь сразу вы проецируете на сеть естественно на сети это вы сети просто решение первое чтобы устранить стопроцентную стопроцентную неудачу это мы выбираем главнокомандующего а вот здесь мы организовываем транспарентную передачу информацию между этими генералами на самом деле это и есть решение распределенной децентрализованной сети то есть сети в которой нет центрального управления а а взаимоотношения между частями этой сети являются открытыми и люди в любой момент знают что происходит с соседними генералами это и есть распределенная децентрализованная сеть нет там рассматривается не так что половина и они важны вообще и какое-то количество а важно то что вот люди и вот здесь никто не понимает что делать понимаете то есть вот метод я говорю листовыми друг друга информировать игнорировать команды главнокомандующего давать другому тяжело понять но это я вам не говорю о стратегии в истории я вам говорю о математике и информатике понимаете это информационная то есть мы проецируем смотрите я говорю своему соседу что я атакую сосед не говорит а я не хочу атаковать не слышно проиграют мы договаривались что мы не атакуем правильно и говорим следующему мы не атакуем но на самом деле кто-нибудь из нас в итоге мы все-таки слился и ушел ну и скорее всего вам придать все полетело до свидания понимаешь здесь на самом штабе второе дело просто